Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня в нем много недостатков, я хочу их исправить, насколько мне известно. Нельзя в один миг на совсем перестать заниматься тем, что нравилось, некоторыми недостатками. В угоду постоянным занятиям саморазвитием, иначе можно выиграть. Скажите, как эксперты, как заниматься саморазвитием, но при этом уделять время соблазну и недостаткам. Пока я это все не изменил, чтобы не выиграть. К примеру, саморазвитие уделять больший процент времени, а недостаткам и соблазнам меньше. Я, к слову, на начальном этапе изменения, так что учтите и это тоже. Спасибо. Ну, вообще, здесь есть ряд негативных установок, которые хотелось бы рассмотреть. Первая, 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 ну, достаточно негативная установка, вот. Это история о том, что у вас много недостатков. Не знаю, ну, почему вы решили, что у вас много недостатков, но недостатки вообще есть у всех людей. Это абсолютно нормально, вот. Так что здесь я могу сказать только то, что вы, судя по всему, себя не принимаете, вот. Считаю своими недостатками то, что является абсолютно нормальным. Дальше. Вы как будто бы занимаетесь саморазвитием просто для того, чтобы заниматься саморазвитием. Мягко говоря, мягко говоря, довольно, ну, довольно сомнительная задача. Вот. Почему довольно сомнительная задача? Спросите вы. Ответ заключается в том, что саморазвитие без цели, то есть без вкладывания в это своих ценностей, без вкладывания в это своего собственного смысла, вот. Ну, вообще-то говоря, не имеет никакого значения. Саморазвитие ради саморазвития ни к чему хорошему не приведет. Саморазвитие, а точнее развитие человека, это средство, способ человека. Ну, вот, как бы, в этом смысле, как раз-таки добиться, достичь того, что нужно, того, что необходимо, того, что ценно, понимаете, какая история здесь. А если вы этого не делаете, то есть если вы не вкладываете в это своего смысла, если вы ничего не вкладываете в своё саморазвитие того, что вам нравится, и того, что вызывает у вас, ну, скажем так, наслаждение, да, например, то, в чём тогда смысл? В чём тогда смысл, ну, как-то того, что вы делаете? Поэтому, на мой взгляд, сначала нужно увидеть, для чего вы занимаетесь саморазвитием. То есть, ну, буквально, чтобы что, вы этим занимаетесь. А дальше уже смотреть, куда, куда и в каком направлении вам можно двигаться. Ну, и совершенно очевидно, что вы пытаетесь подстроить под определённую... концепцию... моё... как бы, под своё мировоззрение, под свою... деятельность. Вот. А это... добра не принесёт. Добра не принесёт. Вот. Так мне, по крайней мере, видится. Вот. Так мне, по крайней мере, видится. об концепции, более смотреть на свою внутреннюю потенцию... к тому, чтобы действительно развиваться, если вам хочется, конечно, на самом деле что-то делать, что-то новое создать, что-то привнести, а не просто, а не просто развиваться, чтобы развиваться, вот такой ответ. Поэтому нужно вам вместе с психологом посмотреть, чего вы вообще хотите, какой уровень развития и куда это предполагает, и решите, что делать дальше, и кто знает, может быть, нет, чего отказываться и ничего снижать вам не придет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!